Здравствуйте! С Вами канал NaimDB. Продуктивность труда имеет важное значение. Не секрет, что среди животных есть немало ночных жителей. Эти звери спят днем, а ночью прекрасно себя чувствуют и ведут активный образ жизни. Так и среди людей найдутся те, чей биологический ритм отличается от остальных. Есть люди, которых мы привыкли называть жаворонками. Им без труда удается просыпаться с петухами и сразу же включаться в работу. Наиболее продуктивным для них является дневное время суток, а к вечеру их одолевает усталость, и они стремятся лечь спать пораньше, чтобы хорошенько отдохнуть. Другие люди, наоборот, могут не спать допоздна и прекрасно себя чувствовать. Зато раннее пробуждение для них – это настоящее мучение. К обеду они только просыпаются, и у них максимально продуктивным временем. Можно считать вечер. Таким людям не страшны ночные смены, а некоторые специально планируют свой рабочий график так, чтобы работать ночью, а спать днем. Астрологи определили пятерку знаков зодиака, которых можно назвать настоящими совами. И в этом ролике вы узнаете, в чем именно проявляется эта особенность. Овен – это знак эмоциональных, импульсивных и вспыльчивых людей. Удивительно, но именно излишняя эмоциональность и желание получить все и сразу привело овнов в клуб сов. Они постоянно отвлекаются, пытаются реализовать несколько задач одновременно, хотя понимают, что ни к чему хорошему это не приведет. Овны могут взвалить на себя так много дел, что в дневное время суток они просто не успевают совсем справиться. Это и является главной причиной их ночного бодрствования, ведь они стремятся закончить все начатые дела, а вечером им это сделать проще, чем днем. Можно сказать, что овны – это совы по несчастью, но интересно, что они готовы не только работать допоздна, но и посвящать это время любимым занятиям. Телец. Готовится как следует. Тельцы заботятся о здоровье и ответственно подходят к организации сна. Они создают в комнате атмосферу уюта и комфорта. Следят за температурным режимом, вешают солнцезащитные шторы и стараются обеспечить максимальный уровень звукоизоляции. Для них важно хорошо высыпаться, но ложиться спать они могут глубокой ночью или под утро. Телец может часами просто валяться и мечтать перед сном о будущем. Скорпион. Любит побыть в тишине. Скорпионы тоже относятся к числу полуночников. Это настоящие совы, поскольку в позднее время суток у них максимально высокий уровень мозговой активности. Вечером у них такая высокая работоспособность, что можно работу на день перевыполнить. Любые важные решения скорпионы привыкли обдумывать вечером. Когда за окном уже темно, они могут активно работать над решением каких-то важных проблем, не испытывая при этом ни малейшего дискомфорта. Они могут просидеть так полночи, а утром позволят себе поспать подольше. Стрелец. Король вечеринок. Стрельцы обожают веселье и вечеринки. Они могут кутить до утра, а потом спать до обеда. В моменты просветления они пытаются перестроиться и ложиться спать пораньше. Однако такая резкая смена режима может негативно отразиться на их самочувствии. При этом жизнеспособность стрельцов настолько высокая, что у них хватит сил и энергии на все запланированные дела. Даже если перед этим он не спал целые сутки. Рыбы. Ночной полет фантазии. Рыбы – это творческие натуры. А как известно, у всех творцов есть какие-то странности. Воображение и фантазия рыб включаются именно в ночное время. Для них это период вдохновения, когда трудовая деятельность может принести максимум пользы. Однако рыбы ночью работают очень редко. Это время они посвящают планированию или простому отдыху. Рыбы просто наслаждаются тишиной и возможностью уединиться. Ложитесь ли вы спать пораньше или предпочитаете работать допоздна? Напишите в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. А с вами был канал NaimDB. Спасибо, что вы с нами и до встречи.